А сами любите плавать вот не для себя? Ну какой вопрос плохой? В океане трудно плавать. Зашел и так, хопа, хопа, потому что там волна. Ну так вы же умеете там вот это все. Я? Нет. А где же я умею-то? А то есть тренировать, да, самой вот... А может быть это даже лучше. Я через эти трудности не проходила. И поэтому такие вещички порой подкидываю. Они говорят, невозможно. Я говорю, возможно, невозможно, возможно. Я говорю, будем пробовать, а там решим. Это уже как притча в языцах. Покровская говорит, возможно. Я говорю, да вы что? А потом оказывается, возможно. И поэтому идет трудности, прогресс идет такой. Труднее, все труднее и труднее. Скорости тоже, говорит. Невозможно. Нет, возможно. Что вы на месте торчите? Что вы это? Рисунки тоже. Нельзя, Татьяна Николаевна. Можно. Все можно. Вот. Поэтому плавать в море так. На-ра-на-на-на-на-на-на-на. Если только еще шапочку с цветочками одеть. Потому что я голову не люблю мочить. Море люблю. Воду люблю. Ну, в принципе, можно и иногда. Мы такой план ставим с тренерами. У меня, кстати, прекрасные тренеры, которые работают со мной. Так, близко в такой цепке. Ну, то есть мы почти просто не только коллеги, но и подруги. Так, все. Все, теперь плаваем. Три раза мы где-то после тренировки выходим. Их так классно все. Ну, только три раза больше там. Или настроения нет. Ну, тренировка заканчивается в 10 часов вечера. Ну, лучше пойти в столовую. Оторваться и лечь. Включить телевизор и лечь. Ну, это же прекрасно. Видите, поэтому фигур-то портится. Но кайф испытываешь. Но это просто терапия. Никакой психологии не надо. Вот сесть и покушать прям как свинья. Вы знаете, мы все кайф испытываем, конечно, когда смотрим на наших синхронисток. И вот не потому, что они выигрывают и приносят медали, а потому, что это просто очень красиво. И за это вам огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо.